Субтитры сделал DimaTorzok Что это за алкогольный напиток? Многие профессиональные дегустаторы, отвечая на вопрос, что такое компари, настаивают на том, что напиток сочетает в себе свойства нескольких видов спиртного. Классического сладкого ликера, горького биттера и вермута. Это уникальный в своем роде продукт, интригующий вкусом и ароматом. Рецептура биттера за всю историю своего существования менялась лишь раз. До 2006 года напиток готовился с добавлением натурального красителя кармина. Кармин – красный краситель, получаемый из карминовой кислоты, производимой самками насекомых Кашинели. Надпись Е120 свидетельствует именно об этой пищевой добавке. Сейчас же используются искусственные добавки. Впрочем, на вкус ликера это не повлияло. А вот производство стало дешевле. Килограмм кармина где-то стоит 138-140 долларов за килограмм. История напитка. Цитрусовый ликер носит имя своего создателя. Бармен Гаспара Каспари, родом из Касального, что в северо-западном регионе Ломбардии, Италия, на протяжении практически 20 лет работал над созданием горьких аперитивов. Уже в 14 лет, в 1842 году, будучи помощником мастера по производству алкогольных напитков в Бас-Баре, что в Турине, он придумал начальный рецепт своего ликера, в состав которого на тот момент входило порядка 40 ингредиентов. В конце 1860-х годов он наконец-то пришел к той самой идеальной рецептуре ликера на основе горьких видов цитрусовых, доминирующий аромат в напитке. И в состав Кампари уже входило по некоторым оценкам до 70 ингредиентов. Вскоре он перебрался в столицу и открыл собственное небольшое кафе в Риме. Однако суетная столичная жизнь, видимо, оказалась ему не по душе. В 1860 году Гаспар возвращается в родной городок. В наваре он открыл небольшую площадку по производству ликерной продукции, наладив выпуск напитков по собственной рецептуре. Он представлял свое творчество на суд местных завсегдатаях в баре «Кафе Дружбы». Заработав денег в возрасте 32 лет, открывает свою компанию группа Кампари в Милане. В 1862 году он женился и поселился в доме своей второй жены, поближе к производству в Милане. В это время Гаспаре управляет кафе Кампари перед историческим миланским собором Дуома. Кстати, именно это заведение стало местом рождения знаменитого по сей день алкогольного коктейля, чуть позже переименованного в «Американок». Там же в кафе Кампари работает до 33 лет, набираясь опыта и обрастая связями, его младший сын Давид Кампари. Что интересно, ликер продается на тот момент только в стенах семейного заведения. И попробовать его приходит не только туринская элита, но и сам король Виктор Эммануил II и его премьер-министр граф Камилло Бенсо де Каву. В 1882 году Гаспаре Каспаре умирает. Дела перешли к четырем отпрыскам создателя «Чудо-напитка». И именно Давид, проработавшись за стойкой полужезни, запускает в 1904 году первый завод по выпуску Виктора Кампари. И еще с полдесятка напитков на продажу в Сесто Сан-Джованни. Кстати, завод проработал до 2005 года. По-настоящему дела пошли вверх только в 1915 году, когда Давид Кампари открыл бар Кампари ухода в стильный торговый пассаж галереи Виктора Эммануила II в центре Милана. Это была стратегически важная горячая точка. Давид Кампари умел привлекать в свой бар и артистов, и оперных звезд, и известных политиков, и как итог, получил поддержку знаменитостей. Во время управления Давида Кампари, ликеры Кампари начали экспортироваться. Первоначально они экспортировались в Ниццу, курортный город на французской Ривьере. В 19 веке считалось, что сладкие ликеры и горькие биттеры приносят огромную пользу организму. Поэтому Кампари сначала продавали как дежестив, улучшающий пищеварение. Только много позже ликер стали позиционировать в качестве вкусного аперитива, который нужно пить до еды, а не после. В 1920-х годах в компании прекращен выпуск почти всех ликеров, и внимание сосредотачивается в основном только на биттер Кампари и малиновом ликере Кардиал Кампари, содержащем 36% алкоголя и выпускавшимся вплоть до 1992 года. В 1924 году Давид Кампари выпускает оба основных своих ликера в ампулах, борясь таким образом с поддельной продукцией. Теперь потребитель, находясь в кафе или баре, всегда мог при возникновении сомнений, разбавлен ли напиток, фальсификация перед ним или нет, достать ампулу, сломать носик и сравнить подаваемый напиток с пробником от Кампари. В те же года Адольф Хуэнштайн, Марчелло Дудович, Фортунато де Перро, Леонетто Кампьелло, величайшие художники того времени несли свой вклад в создание бренда, описав душу Кампари своими произведениями искусства. В 1932 году происходит важное событие в жизни бренда Кампари, а именно, выпуск первого в мире готового микс-дринка на основе Кампари, Кампари Сода. В 1950-х годах некоторые художники иллюстрировали энергию Кампари в плакатах, вдохновленные миром спорта. В 1984 году великий итальянский режиссер Федерико Феллини снимает свой первый рекламный короткометражный фильм для Кампари. Ссылку на его ролик вы можете найти под этим видео. Вдохновленный чемпионатом мира по футболу 1990 года, который проходил в Италии, художник Уган Нисполло в 1990 году создает манифест Кампари. Рекламные объявления были специально созданы как для телевизионных, так и для печатных рекламных компаний. 1995 год. Поворотный момент для группы Кампари. Чтобы выжить в бешеной конкуренции, Кампари с этого года начинает покупать, покупать и покупать. Первое. Приобретение. Кра-Дина. Безалкогольный горький аперитив, выпускаемый с 1964 года. Это напиток оранжевого цвета, сделанный из экстрактов, трав и сахара. Приобретений было очень много. Поэтому сейчас остановимся лишь на тех, которые владельцы Кампари считают своими достижениями и гордостью. За одним исключением. Я о покупке 2008 года, но всему свое время. 1999 год. Приобретение Чензана. Верму. 2001 год. Запущен календарь Кампари. Вот некоторые фотографии из календаря, сделанные в 21 веке. 2009 год. Джессика Альба. 2013 год. Пенелопа Круз. 2015 год. Ева Грин. 2001 год. Приобретение бренда Sky Водка. Водка. 2003 год. Приобретение Аперол. Биттер ликер. 2006 год. Приобретение Глен Грант. Виски. 2007 год. Боб Кунцик-Консевич. Нет, не приобрели. Он становится генеральным директором группы Кампари и является им по сей день. Вот мы с вами добрались и до 2008 года. Приобретение Одесского завода шампанских вин. За время владения заводом итальянцами, производство снизилось в 4,5 раза и не выдержав конкуренции, в данном сегменте, в 2014 году завод был продан. А с 2018 года и вовсе закрыт, просуществовав 119 лет. 2009 год. Приобретение Уайлд Текки, Виски и Асполон, что в переводе обозначает Шпора, Текила. 2010 год. Франжелико, Ликер. 2012 год. Эппелтон Эстейт, Ром. 2014 год. Несколько приобретений. Таверна, Ликер. Браулио, Биттер Ликер. И Гранд Баньер, Ликер с ярко выраженными нотами апельсина. 2017 год. Бульдог, Джин. Рецептура напитков. Рецептура Кампари держится в сражайшем секрете. Даже сотрудники завода не знают точный состав напитка, поскольку все емкости с ингредиентами не подписаны, а просто пронумерованы. Известно лишь то, что ликер изготавливают из настойки горьких цитрусовых с добавлением около 50-70 дополнительных ингредиентов. Трав, специи и пряностей. Выжимок фруктов и ягод. Выпускающая компания дает лишь небольшой список основных компонентов в составе Кампари. Ревень, Каскаролла, Восточные пряности, Горячавка и Аир. Да, и считается, что на сегодняшний день только один человек в мире знает точный состав Кампари. Сколько градусов в данном алкогольном напитке? Ситуация похожа на бомбить сафир из предыдущего видео. Ликеры Кампари поставляются во многие страны мира. И напитки, в зависимости от конкретного рынка сбыта, имеют разную крепость. Крепость Кампари Биттер варьируется в диапазоне от 20,5 до 28,5%. Ликер разливается в бутылки объемом 0,5-0,7 и 1 литр. К примеру, в Америке продают биттер с содержанием спирта 24%, а крепость ликера в Европе несколько выше, 28%. В России у биттера другая крепость, 25%. Такая же крепость и на бутылках, которые стоят на прилавках Украины. Чтобы завоевать и молодую аудиторию, компания выпускает ликеры Кампари Сода с содержанием спирта всего 10%. Такой напиток сложно назвать классическим ликером. И дело даже не в пониженной его крепости. Скорее его можно отнести к классу газированных коктейлей. Кампари Сода имеет более мягкий вкус и не такую выраженную горечку, как классический биттер. Ингредиенты смешиваются с содовой водой, а потом напиток газируется. Это и дает удивительно нежный вкус. Ликер разливается в узнаваемые бутылки небольшого объема, всего 100 мл. Художник-футурист Фортунато Деппера за свою жизнь сумел переделать всего один повседневный предмет. Но как он превратил его в икону итальянского дизайна? Я, конечно, говорю о маленькой бутылочке от Кампари Сода, имеющей форму конуса. Сода Кампари и его уникальная бутылка появились на итальянском рынке в 1932 году. Согласно авторитетному итальянскому журналу La Domenica del Carriere, новый объект был настоящей новинкой и чудом сезона. В изобретении Деппера было много новаторских черт. Это был первый одноразовый продукт, он был готов к употреблению и содержал идеальную смесь для напитков перед ужинами с Кампари и Содовой. Необходимо также понимать, что это был самый первый предварительно смешанный напиток, продаваемый во всем мире. Поскольку коническая бутылка выглядела как перевернутый стакан для питья, можно сказать, что этот футурист действительно перевернул традиционные представления о дизайне с ног на голову. А что с этими бутылочками творят дизайнеры сегодня, в 21 веке? Рассмотрим всего один из примеров. Перед вами версия одной из самых известных и наиболее представительных подвесных ламп немецкого гения Инга Мауэра, разработанная фотографом-дизайнером Рафаэлем Челентано в 2002 году. Кампари Light. Как будем пить Кампари? Сначала в чистом виде и из Рокса. Возможно, чистый Кампари с его ощутимым горьким припусом может и не зайти. Главное, как говорят специалисты, грамотный подход к дегустации напитка, иначе в нем можно навсегда разочароваться. Но Кампари определенно стоит того, чтобы его понял каждый вкусивший. Будем пить правильно. Горький биттер подается перед едой, разливается по рюмкам или небольшим Роксам. Напиток смакуют, делая маленькие глотки. При первой дегустации сладость ликера сразу сменяется в горечь. Но она буквально на половине рюмки уже не будет давать никаких неприятных ощущений. Аперитивы не требуют закуски, но если необходимо как-то сгладить специфический цитрусовый вкус Кампари, можно подать к биттеру фрукты, сладкие апельсины, персики, яблоки, груши. Также подойдут и несоленые сыры. Кампари, как и другие ликеры, не принято охлаждать перед подачей. Лучше на дно рюмки выложить немного полотого льда, который охлаждает, а заодно и немного разбавляет крепкий напиток. Если же в чистом виде вкус Кампари вас не устраивает, попробуйте пить его, предварительно разбавив другими напитками. Например, хорош будет тонизирующий вариант. Кампари, лед, плюс апельсиновый или грейпфрутовый сок. В сочетании 1 к 2. 50 мл Кампари, 100 мл сок. Но это не аксиома. Например, мой сосед разводит 1 к 5 и абсолютно счастлив. Также для этой цели можно использовать газированную или содовую воду. И конечно же попробуйте американо. Мы его сделаем поближе к окончанию видео. Рассмотрим бутылку. Фронтальная этикетка. Дата производства 6 июля 2015 года. Контор этикетка. Рецепты двух коктейлей. Кампари оранжи и кампари сода. 0,5 литра 25%. Срок хранения 5 лет от даты розлива после вскрытия в течение полугода. При температуре 10-25 в вертикальном положении. Краситель Кошинели Е120 был заменен на красители Е102, Е122 и Е133. Малополезные вещи Е133 95% транзитом мимо организма. Махнем напоследок американо. 30 мл Мартини Росо, 30 мл Кампари, лед и газировка по вкусу. И только апельсина на бокал или в бокал. Я апельсинчик здесь не буду использовать, потому что с газированной водой пусть будет более горьким. Апельсин убивает горечь. Если вот кто-то пьет чистый Кампари первый раз, ему кажется горьким. Приготовьте заранее дырку апельсина, ее раз и горечь уйдет. Но тогда ей кайфа не будет. Кампари весь кайф горечи. Сейчас делаю коктейль для женщин. Пропорции те же. Наливаем Кампари 30 мл, Мартини 30 мл. Но вместо газировки наливаем тоник и две половинки дольки апельсина. Аромат ликера Кампари приятный такой букетик, состоящий из горького апельсина, сочных лесных ягод и трав. Вкус напитка сначала удивляет сладостью вишни, ежевики. Кампари переправлен пикантными специями, где выделяется именно корица. А потом он переходит в яркую цитрусовую горечь, которая с каждым глотком уменьшается. Рекомендую покупать Кампари. Можно пить как в чистом виде, но в коктейлях это вообще как лично для меня, то божественно. Спасибо всем за внимание, что были со мной. Счастливо, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова